Наша сегодняшняя передача посвящена редьке. Очищающие свойства редьки способствуют выведению токсинов из организма, улучшению пищеварения, а также уменьшению мокроты и кашля. Редька в качестве очищающего средства рекомендуется всем курящим и употребляющим спиртные напитки. Благодаря входящим в состав белкам, карбогидратам и жирорастворимым ферментам, редька полезна для пищеварения. Противобактериальные действия редьки помогают при боли в горле и способствуют выведению мокроты при постуде и кашле. Также редька рекомендуется детям для лечения затяжного кашля после гриппа и простуды. Но как быть, если горький вкус этого продукта детям не по душе? Для этого сок редьки перед употреблением рекомендуется хранить в холодильнике в течение 2-3 дней. За этот период благодаря ферментации вкус горечи значительно уменьшится. Поскольку в кожуре редьки содержатся витамин С и антиоксиданты в большом количестве, кожуру также используют при приготовлении сока. А в сушеной редьке содержатся витамин D и кальций, которые очень полезны для лечения остеопороза. О способах приготовления напитков из свежей и стушеной редьки мы сейчас вам и расскажем. Напиток из свежей редьки. Хорошенько промойте редьку и нарежьте дольками. Дольки пропустите через миксер или соковыжималку. При использовании миксера надо дополнительно выжать сок из полученной массы. Добавьте сок 2 ложки меда или душаба. Хорошенько размешайте. Теперь добавьте 1 ложку лимонного сока и еще раз перемешайте. Чтобы горечь в соке уменьшилась перед употреблением, продержите емкость напитков в холодильнике в течение 2-3 дней. Чай из сушеной редьки. Нарежьте редьку тонкими дольками. Просушите дольки в течение 5-7 дней. Залейте 10 сушеных долек 1 литром теплой воды и дайте настояться в течение 10 минут. Через 10 минут чай готов к употреблению. Субтитры подогнал «Симон»!